Приветствую! Вы на канале Андрея Сэмова. Сегодня у нас вторая часть хлебного вина. Первую часть можете посмотреть по ссылочке в описании. Так, что у нас во второй части? Во второй части мы будем перегонять на медной колпачковой колонне 4 дюймовой и медном оборудовании. Так, как это считается зерновая брага, и чтобы нам с неё получить максимум вкуса и ароматики. Так, с 28 килограмм концентрата получилась у меня брага где-то в районе 110 литров. У меня получилось в районе 20 и где-то, наверное, половина двадцатки, десятка, может, 32 литра где-то получилось, наверное, 30 больше. Вот такого, с такой спиртуозности. Ну, я, конечно, помешал. Это с одной канистры, со второй канистры не мерил пока. Вот. Всё, заливаем в куб одну канистру. Я сейчас залил вот по рисочке. Так. Ну, получается 20 залил. 20. Получается 30... 37... 37... Спиртуозности. Ну и собираем колонну колпачковую. Начинаем перегонять. Перегонять в струе будем... 92, она у меня стабильна, 4 этажа 92. Отбираем голову. Сейчас посчитаем на калькуляторе самогонщика. И всё. В принципе, ничего тут сложного нету. И сколько получится. Весь и ролик получился вот. Ну, поехали собирать. Ну, собрал я аппарат. Алина. 37 литров куб. 4-дюймовая 4-этажная колонна колпачковая. Узел отбора по пару. Дефлегматор. Всё медное. Вот так собрал. Ну и ждём закипания. Будем отбирать сначала головы. Ну, а потом, естественно, тело. А, забыл вот сюда поставить термометр. Сейчас поставлю. Всё, всё. Так, братцы. Ну, всё у меня заработало. Колонна работает стабильно. На 3,5 киловатт. Скоро придёт у меня автоматика. Будем херачить и на больших мощностях. Вот. Два перехода буду ставить. Вот. Ну, в общем, буду модернизировать свой аппарат. Вот в такой сборке. Вот. Здесь у нас в отборе вот термометр. Здесь уже на выходе. Пока открыл на полную, чтобы наполнить попугай. Вот. Сейчас наполню, выставляю головы. Колонна у меня поработала где-то, ну, минут 30 максимум. И то я там с другими делами занимался. Сейчас она стабилизируется быстро. Поэтому. Ну, желательно, конечно, чтобы, ну, не меньше, наверное, 20 минут она поработала, чтобы фракции все выстроились. Вот. 30-40 минут самое вот нормальное. Поэтому работаем. Все идет хорошо. Все у нас работает стабильно. Я, наверное, выставил головы кран. У нас идет в струе вот 91-90. У нас, по-моему, один с половиной. Это 9 или 90 с половиной. Вот так у меня отбираются головы. По расчету у меня получилось 800 миллиграмм голов. Ну, отбираем потихонечку. Все стабильно. Ничего никуда не пляшет. Все выставили. Все отлично. Все стабильно работает. Наши тарелочки, аппарат. Все замечательно. Так, братцы. Ну, у меня отобралось вот 500. Еще отберем 350. Чтобы было, как бы, про запас. Хотя, по сути, можно маленечко и поменьше. Давайте еще 300. Это расходник был у меня 790. Не расходник, а по калькулятору. Вот. Давайте сделаем, наверное, так и сделаем 800 миллилитров. Так, друзья. В общем, отобралось у меня больше литра. Честно, профуфырил я момент. Ну, ладно, бог с ним. На запах очень вкусный продукт идет. Сейчас перекидываю в общую емкость. И вот такой вот отбор будет у меня. Ну, еще не до конца открыт. В общем, будут капельки в струйку. Вот так буду отбирать по расчетному на 6 литров. В общем, у меня получилось вот такое количество. Эту серединку я отобрал, чтобы настоять на щепе. Или кубиках разведу. В обоих банках 92% спиртуозности. А это у меня получилось и как после голов, но уже с понравившимся запахом. И уже оконцовка. То есть, ну, оконцовка тоже была еще чистенькая. Я не стал жадничать. И отобрал вот такое 3,5 литра. Это я выриваю в общую емкость. У меня есть. Буду готовить для залития в бочку. Ну, на этом все, ребят. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Всем пока.